Здравствуйте в информационной студии Татьяна Ковалевская и коротко о событиях города и края. Еженедельное аппаратное совещание открыло рабочую неделю в администрации округа 20 мая. Руководители служб и ведомств отчитались о проделанной работе и поделились ближайшими планами. Подробности в первом сюжете. На прошедшей неделе административной комиссии рассмотрены 32 материала. 5 за нарушение благоустройства и санитарного содержания территории. 11 за нарушение тишины и спокойствия граждан. 5 за торговлю в неустановленных местах в районе универсама. На прошлой неделе наконец пришли сведения с МВД Тальнегорского в очередных запросах на владельцев, собственников транспортных средств, ставящих на газон. Будем работать, там очень много материала. Центральная городская больница работает по плану. За выходные с травмами разной степени тяжести обратились 39 человек. В больницах Приморского края дефицит антирабического иммуноглобулина, применяя его для иммунизации против бешенства. В связи с многочисленными обращениями медицинских организаций по поводу обеспечения препаратами для оказания терапической помощи при укусах от царапинов, животные и также лица получат повреждения кожи и покрова, сообщаем следующее. В связи с отсутствием вакцины антирабической и иммуноглобулина антирабического, а также невозможность закупить против бешенства вакцину за счет средств председательного медицинского страхования, поясняем следующее. В настоящее время проблема с поставкой этих препаратов для оказания терапической помощи не может быть решена на уровне субъекта Российской Федерации, то есть Приморского края, не заведующей администрацией Приморского края, Департамента здравоохранения причина. Есть обращение в Министерство здравоохранения о сложившейся ситуации и производителям данной вакцины. С 2019 года приобрести вакцину не представляется возможным, так как и отсутствие поставщиков, которые участвуют в акционах, в связи с отсутствием вакцины в складах. Там меры профилактики, которые необходимо населению проводить, в том числе разъясняем, что не только дело о вакцине, когда кусает собака, но надо беречься от благоустройства населенных пунктов, регулярно очистенность без надзорных животных и химмунизация против бешенства, соблюдение правил содержания выгода домашних животных. Если возникает ситуация, которая критическая, то необходимо решать вопросы на межведомственных комиссиях при администрации и муниципальном образовании. Если будет ситуация, которая выходящая из-под контроля, то мы соберемся, обсудим вопросы. По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в округе зафиксировано 6 случаев кишечной инфекции, 7 в небоничной племмании, 5 присасываний клещей, все за пределами города. В подразделения пожарной охраны Севрас выезжали на тушение пожаров. Один на аварийно-спасательные работы. Большая часть городского округа отопительный сезон закончен. У нас еще продолжается функция теплоснабжения по селу Каненко и Рудная пристань. Скорее всего, еще неделю будет продолжаться отопление, производится отопление по этим населенным пунктам. По остальным объектам начаты ремонтные работы и гидравитические испытания. По ГВСу? По ГВСу. Значит, у нас ГВС запланирован только от Центральной котельной Домигорска. Оборудование позволяет подавать ГВС при наличии нагрузки либо первая зона Центральной котельной, либо в сумме первая и вторая отдельно. Вторая не может по нагрузке пройти. Поэтому на регламентную работу вышла первая зона с 20-го числа сегодняшнего по 2-е июня. По окончании работ и при достижении положительных результатов по гидравлике, если не затянутся работы в дальнейшем, то с 3-го июня планируемый ГВС возобновим по Центральной котельной от первой зоны. Продолжается весенняя кампания. В ряды вооруженных сил планируется отправить 45 человек. Призваны 30. На территории Домигорского округа сохраняется режим повышенной готовности. В настоящее время объявлено штурмовое предупреждение на сегодняшние сутки. Поэтому всем учреждениям, всем жителям нужно быть весом. Осадки в средней интенсивности, подтопления не планируются. В Домигорском округе продолжаются мероприятия по санитарной обработке территории. Обрезка веток и спиливание старых деревьев, которые угрожают безопасности населения, вызывает недовольство жителей. Сегодня мы убрали эти деревья и увидите, что абсолютно нормально и эстетично выглядят наши дороги. И они становятся безопасными. В дальнейшем, однозначно, что мы планируем и оселенение. Но, наверное, нет смысла сегодня высаживать на бульваре что-то, пока ремонт не закончится. Только закончится ремонт, мы однозначно будем высаживать деревья. По породному составу деревьев мы также будем с жителями советоваться, что бы хотели видеть. Потому что кого-то раздражают хвойные деревья, кому-то не нравятся березы, кому-то не нравятся клены. Ну, давайте уже перед тем, как высаживать, мы проговорим, какие породы деревьев будем закупать из питомника. Администрация высажена деревья вдоль центральной площади и сквера «Звезда». На этой неделе планируется высадка хвойных пород в микрорайоне Горького. Во вторник, 21 мая, состоится заседание профильного комитета по местному самоуправлению и законности. Народные избранники рассмотрят три вопроса. Музейно-выставочный центр принял участие в ежегодной всемирной акции «Ночь музеев» в пятницу 17 мая. С необычной познавательной программой познакомилась и наша съемочная группа. Международная акция «Ночь музеев» проводится ежегодно по всему миру с 1997 года. В это время культурные учреждения не только принимают своих гостей вечером и ночью, но и готовят специальные программы, демонстрируют свои достижения и потенциал. Накануне Международного дня музеев музейно-выставочный центр в Дальнегорске принял участие в акции уже 19 раз. Поздравляю всех с днём музеев. Хорошо, что эта традиция прижилась, и она есть, и очень здорово, что она на нашей территории есть, и мы имеем непосредственно вот такое удовольствие принимать у себя людей и дарить им радость, радость творческих встреч, искусство, радость знакомства, может быть, с музейным фондом, знакомства с новыми экспонатами. Это очень будет приятно и всегда почётно. Поэтому хотелось бы поздравить всех с этим праздником, потому что не только сотрудники музея, они в первую очередь, это их праздник, но и праздник и ваш, и нас, всех тех, кто приходит в музей, кто интересуется и живёт этой деятельностью. Поэтому хотелось бы в первую очередь пожелать всем сотрудникам крепкого здоровья, потому что работы много в музее. Пожелать редких новых экспонатов для того, чтобы заинтересовать наших жителей города. Это музей, это наша история, это наследие, и это, конечно же, воспоминания. В честь праздника почётной грамоты Департамента культуры Приморского края удостоен рабочий по обслуживанию здания Игорь Поломошный. Отметим, что умелыми руками Игоря Александровича создано большое количество декораций, используемых в выставках и экспозициях. По традиции, Ночь музея в Дальнегорске открыл музыкальный салон учащихся и преподавателей детской школы искусств. Раным рано солнце вставало, Христос воскрёз на весь свет. Раньше того Павла летала, Христос воскрёз на весь свет, Павла летала, перероняла. Павла летала, Христос воскрёз на весь свет. 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 Играет музыка Играет музыка Ночная программа работы музея была разнообразной. Каждый посетитель мог выбрать площадку не только по своему увлечению, но и познакомиться с новыми интересными идеями. Концертную программу, которую предоставили коллеги, это коллективы детской школы искусств, творческие коллективы Дворца культуры «Корняк», ансамбль акустической музыки «Тамбурин» из Дворца культуры «Химиков». Ну и, конечно, наши сотрудники музея подготовили тоже мероприятие. Это будет необычный квест у нас, называется «Музей на ощупь». Потом посетители могут окунуться в школу прошлого, которую мы многие помним, когда мы писали перьевыми ручками. Поэтому у нас посетители попробуют этот процесс, но еще их там ждет тоже трудные такие задачки на логическое мышление. Еще даже глубже окунуться, это в эпоху неолита, когда можно будет своими руками изготовить металенточного налепа, как называют археологи, посуду из глины, как делали древние люди. Все говорили, а получится ли у нас? Я говорю, ну если древний человек, не обладая современными технологиями, делал такую посуду, то что ж мы не сделаем? Ну и будет еще в зале «Минералов» показан документальный фильм, посвященный Сихотолинскому теориту. Он так называется, Сихотолинский теорит. Новая выставка «Дальнегорск театральный» открылась в музее. В год театра в России Дальнегорский народный театр отмечает 50-летие, а 40 лет исполняется образцовому театру «Орликин». Наш город всегда славился творческими людьми и театральными постановками, а коллективы носили звания образцовых и заслуженных. В зале можно погрузиться в атмосферу театра, разглядывая фотографии и афиши спектаклей, проходивших на сценах учреждений культуры. Наша Дальнегорск театральная – это, конечно, самодеятельная в основном театра, но, тем не менее, это очень талантливая. Даже вот смотришь на фотографии, которые здесь представлены, вот насколько вот ушелленные, такие вот, прям, как будто настоящие актеры сфотографированы, их на лицах вот видно, что они проигрывают свою роль с чувством. Ну, тем не менее, это хоть и самодеятельные коллективы, но все они носят звания-то народных. Мы как бы вот не делали какой-то определенный на чем-то акцент, а вот именно сделали вот такой вот сбор вот всех таких вот типажей, да, и тут и достижения каких-то их в виде грамот, ну и вот сцены, фотографии сцены и спектаклей, ну и театральные костюмы, которые используются, тоже здесь у нас демонстрируются. Еще одна выставка «Эволюция детства» представляет рисунки Аксине Коновальцевой. ученицы детской школы искусств поселка Кавалерово. Мы приехали из Кавалерово и привезли выставку своей дочери. Выставка наша родилась как бы спонтанно, но началась она очень давно, потому что ребенок рисует постоянно, и мы с двух лет все эти рисунки собирали. Накопились огромные ящики этих работ, мы просто не знали, что с ними делать, а выкинуть было как бы жалко, и консультировались с нашими кавалерово-художниками. И нам сказали, что это очень здорово, если сделать выставку такую, выставка «Эволюция детства» как раз для того, чтобы проследить муть ребенка как художника. У нас получился отрезок от двух до семи лет. Самым бесстрашным посетителям музейно-выставочного центра предлагалось пройти квест «Музей на ощупь». В темной комнате с завязанными глазами гости должны выполнить определенные задания и увидеть экспонаты, осязая их. Музей на ощупь. Этот музей у нас проходит в полной темноте и с завязанными глазами. И начинают трогать экспонаты. Так как это не просто экскурсия, а квест-игра, сначала они должны рассказать, что это за предмет, как они его видят, может быть, какое-то предположение, а затем уже ведется экскурсия, и я им рассказываю про этот экспонат. Также их в течение экскурсии ожидают различные препятствия. Они должны прыгать через обраг, перелазить через забор, то есть перелазить через тоннели. В общем, играю на их воображении. Чтобы попасть в музей, вам нужно провести через препятствия. Наклоняйтесь. Осторожно голову. Давайте, давайте. Все, можете встать. Вы после него. Трогайте. Нет, не вот сюда. Тут что-то стеклянное. Что это? Правильно, это скафандр. С 1985 года выпуска. В этом скафандре спускались под воду, спускали рыбу и различные вещи. Еще одна необычная площадка, интеллектуальная, стилизованная под школу 1960-х годов, позволила гостям не только окунуться в прошлый век, но и решить задачи на логику. Ответы предлагалось писать перьевыми ручками. Перьевая ручка и чернила были знакомы каждому советскому школьнику, а чернильница-непроливайка была самым необходимым предметом. Маленькие гости совершили путешествие в эпоху неолита. Дети научились лепить из глины посуду. Мастер-класс провела педагог Центра детского творчества Надежда Машканцева. Катаются определенные толщины жгутики. Можно еще таким. Вот, допустим, мы взяли формочку, облепили основание. Глина очень податливая материала. Во-первых, легко доступна. Доступна. Дети очень любят заниматься глиной. После того, как жгутики накручены, они крепятся на форму, а затем глиняная масса разглаживается так, чтобы не было прорех. Крепится подставка для чашечки и основа пиалки готова. Чтобы изделие можно было использовать, его нужно обжечь муфельной печи при температуре 800 градусов. Такая имеется в центре творчества. Дети познакомились с основными принципами создания глиняной посуды. Весь вечер во дворе музейно-выставочного центра не только гостей, но и прохожих радовал своим творчеством народный духовой оркестр «Ретро» под руководством Якова Зубихина. «Ретро» Алина Росомахина установила новый мировой рекорд. На чемпионате мира по жиму лежа в Токио. Уроженка Дальнегорского округа в весовой категории до 47 кг во второй попытке завоевала титул мировой рекордсменки, выжав штангу весом 70 кг. Напомним, первые высокие награды Алина завоевала на чемпионате мира по пауэрлифтингу в 2017 году в Минске, установив пять рекордов Европы и три мировых. Воспитанница спортивной школы «Вертикаль» примет участие в чемпионате мира по классическому троеборью, который пройдет в Швеции с 3 по 15 июня. Приморцев приглашают отметить день рождения Пушкина всероссийским флешмобом. В этом году исполнится 220 лет со дня рождения великого поэта. Присоединиться к масштабной акции могут все желающие до 1 июня. Необходимо опубликовать видеоролики с поздравлениями в соцсетях под хэштегами «С днем рождения Пушкин-220» и «Хэппи-безды Пушкин-220». Лучшие публикации будут транслироваться в день рождения литератора на большом экране во дворе дома на улице набережной реки Мойки-12 в Санкт-Петербурге и размещаться на сайте, посвященном его юбилею. К участию принимаются и фотопоздравления, посвященные творчеству поэта. Размещать публикации можно в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами.